Ну а мы внезапно в Харбине, на набережной речки Сунгари. Сегодня утром, буквально час назад, мы прибыли на поезде. Мы здесь на две ночи, хотим немножечко погулять, посмотреть. Вот у нас в планах вон та канатная дорога, мы надеемся прокатиться. И на ту сторону там парк, хотим там погулять, но это не сегодня. Сегодня мы немножко подуставшие, сейчас был дождь, как видите, все мокрое. Мы планируем сейчас погулять чуть-чуть, дождаться, когда заселение будет. Отели полные, сейчас вообще пик туристического сезона. И в связи с этим у нас, конечно, немножко неудачно это получается. Ну ничего, погуляем, походим, там будет ясно. Вот, продолжаем. Вот пионеры юные. Какая прелесть. Ну, ты, наверное, немного странно осталась, где есть памятники пионерам, как действующие организации. Здесь в них прогулочные теплоходики катаются. Вот такие вот интересненькие. Ну, есть и вот такие. Сейчас мы подходим к площади. Борцам, где стоит памятник, борцам с наводнением. Там вот такой вот виадук, как бы вокруг стоит. И посередине стелла. И наверху памятник борцам с наводнением. Если Хэйхэй сейчас очень популярный туристический город, куда очень много китайских туристов приезжает, ну и русские приезжают, то Харбин прям стал меккой для туризма на летнее время, потому что здесь прохладнее. И южные китайцы. Ну, в целом, вот на Шэнхае были там 37. А сюда приезжаешь, здесь 22 утром. В Шэнхае 37 утром, здесь 22. Разница просто феноменальная. И люди приезжают сюда, потому что здесь раскрученный бренд, что есть улица Джуньянзи. Русские ее называют Арбатом. На самом деле это... Ну, там очень много было построек с тех времен, когда КВЖД существовало. Очень много русских построек. И в целом вся архитектура, которая сейчас здесь в Харбине, я смотрю, она очень часто можно встретить в здании, особенно периода 90-х годов, когда архитектура напоминает вот эту вот вековой давности архитектуру. Вот она, эта стела. И вот раскрученный бренд. Например, везде, везде пишут надписи по-русски, на русском. И такие бренды, что вот русский чай, например. Здесь очень популярно зимой ледовый городок. Он вот здесь вот прям строится на Сунгаре. Сунгаре покрывается льдом, очень толстым. И здесь есть ледовый городок. А вот это у них будут проходить в Харбине зимние азиатские игры. Тоже большое у них, судя по всему, событие будет. Уже несколько встречали таких киосков больших и реклам. Ну а сейчас мы пойдем погуляем в парк имени Сталина. Это вот здесь что-то начинается. Продолжаем прогулку по набережной. И тут такое. Это у них репетиция, судя по всему. проходит. Это мы сейчас на People Square. На Народной площади. Мы в Шанхае были на People Square. А сейчас в Харбине на People Square. Вот там танцульки тоже. И с дракончиками упражняемся. Продолжаем. Иет. Итог. 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 а у нас следующий день карбин сегодня понедельник все работают все спешат по работе мы сейчас на метро приехали на другую сторону от вокзала здесь очень снежинка и вот эти башни сайнопек если я не ошибаюсь называются мы идем сейчас в волмарт хотели там проводочек купить один ну и немножко посмотреть эту сторону старого хормина а дождь все не останавливается гуляли и набрели на еще одну русскую церковь ну выглядит по крайней мере она похожа на русскую православную церковь честно говоря никогда сюда не приходил и в первый раз я вижу обычно стандартно обходишь социфийским собором здесь среди домов стоять ну мне кажется надо задействовать а мы после длительной прогулки по хорбину зашли в маленький ресторанчик на пятом этаже и решили покушать тут уже часть мяса съедено часть мяса там бурлит такие вот штуки здесь у нас всякие еще зеленые вкусные вот кладешь в тарелочку и соус и кушаешь вот это вот с острым перцем бульончик это грибная основа и андрюха тебе нравится хорошо и и и и никого не оставляют равнодушным там вот дальше еще есть андрюха отказался танцевать сегодня первый солнечный денек более-менее по сравнению с тем как эти предыдущие два дня лил дождь периодически сегодня прям кайф у нас до восьми вечера свободное время вот мы ходим его убиваем так вот сунгари выглядит полноводная но вот такая прогулочка у нас вот мы и на острове солнца вот с той стороны нам видно хорбин а вот к на . мы идем сейчас по мостику который был виден с твоей стороной это вот и солнечный остров вот а это поливальная машина свежо вот так они развлекаются вот отсюда видно хорбин хорошо видно тоже вырос город итак наше путешествие подходит концу мы опять вернулись с этого солнечного острова хорошенечко на солнышке погуляли прожарились и пошли уже за вещами забирать гостиницу у нас на ресепшене лежали будем выдвигаться у нас в принципе осталось три часа 30 минут до отправления сейчас пока дойдем до вокзала посидим в зале ожидания немножечко отдохнем и уже садится в целом была поездка интересная да харбин интересно было посмотреть но харбина много быть не может спереди снится помидор Андрей, что тебе больше всего запомнилось из самого русского города Китая Арбат А мне Лакен Кофе Но в Харбине мне запомнился Лакен Кофе Он спасал нас Незгоды Ну вот, друзья Дальше мы продолжим опять хэй-хэ Спасибо за просмотр